Привет, народ! Не знаю, будет ли меня слышно, я тут приболела. Я думаю, по голосу можно заметить это. Вот так немножко, как заубелая хриф. Вот, одно время я вообще не могла говорить. Начинался неконтролируемый кашель, который невозможно было остановить. Вот. В общем, я просто хотела отчитаться, так сказать, что я не пропадаю, просто болею, и поэтому не могла записывать видео, потому что хотела с вами пообщаться, а говорить я не могла. Вот. И такой, как сказать, анонс, да, то есть, скорее всего, раньше, чем это видео, выйдет видео такого маленького дачного влога, где, собственно, я не могу говорить, поэтому там будет приятная музыка природы. Вместе у меня и небольшие такие вставочки текста с объяснением, что происходит вообще на видео. Вот. Сегодня я с утра жутко себя чувствовала, вообще-то, я думала, у меня пипец температура, и всё, короче, всё. Ну, как-то я полежала до обеда, и потом вроде ничего. Вот. А заболела, кстати, я с того самого момента, я вот, не помню, я это видео не выкладывала, и, наверное, уже нет смысла его выкладывать. Не было отопления, и была холодная неделя, с 20 по 25 сентября, как раз когда вот все ждали, что включить отопление, а его не было. В общем, именно в этот момент я умудрилась дома заболеть, потому что было очень холодно, я ходила в шестяных носках, в термобелье, в шестяной кофте с этим самым... обвернутая вся, господи, шарфом, и когда я за компьютером сидела, я ещё перчатки одевала, потому что руки мерзли вообще жутко. И вот в этот период я умудрилась, видимо, заболеть, и вот с тех пор у меня с голосом вообще... Ещё, если вначале у меня только насморк был, то сейчас у меня проблемы с горлом, порой я не могу вообще говорить, а порой просто кашель очень сильный. Вот, сейчас голос изменился, немножко соплю, ну, так погрубел, вот, и в общем-то, вот о чём я, о чём я, собственно, и говорю. В общем, хотела вам сказать, что я сегодня ездила по делам Москва-Сити, прогулялась там между этими башнями, невероятные ощущения, такие махины рядом с тобой, и вот эта башня, которая как будто бы не спиральная, а у которой как будто смещены несколько этажей, короче, когда смотришь внизу, ощущение, что это такие огромные кубы, которые поставили вот так вот, чуть-чуть с разворотом друг на друга, и ощущение, что они неустойчиво стоят, такое необычное вообще впечатление, вот, ну, довольно прикольно всё это выглядит, все эти дома такие необычные, вот, и в одном из них я была, по-моему, называется Башня Империя, вид открывается обалденный, это ни с чем не сравнимо, но я вам скажу, стена полностью стеклянная до пола, то есть ты стоишь не как вот привык дома, да, там подоконник, окно, а там полностью стеклянная стена, и вот ощущение такое, просто, что не ты заглянул, как бы, в мир, а мир заглянул в дом, и увидел себя, в общем, ну, непредаваемое, просто очень клёвое такое впечатление, я думаю, что если бы я была вообще где-нибудь на 30-м, или на сколько там, на 40-м этаже, то было бы ещё круче, может, даже облака бы увидел. В общем, такие странные потом события, ну, от встречи я, встречи меня как бы не впечатлило, и я потом, когда выздоровлю, смогу нормально говорить, я сниму видео об этой встрече, потому что надо рассказать, как вообще происходит маркетинг в России, вот, и удивительное тоже, удивительное рядом по дороге домой я познакомилась с девушкой, она приехала, вот точно не скажу, просто она как-то, во-первых, у неё акцент, я плохо понимала, что она говорит, во-вторых, как бы, она не особо афишировала, откуда она приехала, но, судя по внешности, либо кореянка, либо, даже не знаю, тайка, может быть, в общем, что-то в этом духе, очень красивая такая милая девочка, она живёт во Владимире, учится там на, как это, в общем, на железной дороге, вот эти вот сопровождающие, ну, типа стюардессы, только на железной дороге, забыла, как называется это, вот, в общем, она учится во Владимире, ей там очень нравится, красивый город, и теперь она приезжает к друзьям, третий раз в Москве, и я ей оставила свой номер, ну, как я говорю, не стесняйся, если ты приедешь в Москву, и не знаешь, там, не будешь знать, как куда-то проехать, или, там, допустим, захочешь сходить куда-то, что-то посмотреть, там, в художественную галерею, например, или в музей какой-то, звони, я тебе всё покажу, вот, в общем, такая прикольная девчонка, вот, и, в общем, я к чему-то, в связи с этим болезненным состоянием, опять-то, заложила, я всегда, когда у меня болит горело, я, как бы, принимаю, использую, вот такие вот постилки, доктор Моми, я думаю, что все их знают, постилки растительного происхождения от кашля. Эти у меня с лесными ягодами, сейчас в магазине мне предложили апельсиновые, но они очень ядреные, насколько я знаю, вот, в общем, вот эти очень хорошие, здесь 20 постилок, но они у меня закончились, у меня осталось всего 2 постилки, вот, и я зашла в аптеку, там был доктор Мом, но апельсиновый, апельсиновый я не очень, вот, и, в общем, мне предложили вот такой вот, как он называется, горкий какой-то, тоже растительные постилки, я так думаю, что это просто, если посмотреть доктор Мом производит Джонсон и Джонсон, известный, довольно-таки, то производитель, да, о, Джонсон и Джонсон, то здесь производство индия, вот, то есть, вроде как тоже на растительной основе, и вот, с мёдом, и лимоном, как я понимаю, ну, лимон, он благотворный, тем более, с мёдом и на горло, в чём всегда советую пить чай с лимоном и с мёдом. В общем, по цене они стоят столько же, то есть, даже дешевле, эти стоят 142 рубля, здесь 24 постилки, а доктор Мом стоит 146 рублей, там 20 постилок. Вот, и, собственно, попробую эти, думаю, что нормально будет. Ещё чисто, как бы, случайно у кого-то из девчонок в блогах увидела, услышала вот такое лекарство, не забудь, видно не будет. Вот, сейчас поближе покажу. Вот. Как сказать, там, вот, видно, 85 рублей. Вот, ещё такое лекарство. Я что-то подобное брала, но не помню название, стоит около 48, 46 рублей, короче, около 50 рублей, действительно. Там 6 таких, как сказать, 6 капсул. 3 дня нужно, там, пить утром и вечером. То есть, встал утром, выпил капсулу, вечером выпил капсулу, лёг спать. И так 3 дня подряд, и если вот это к чему, что ты чувствуешь, что ты заболеваешь, но ещё как бы не заболел. Вот, выпиваешь 6 капсул, и все заболеют, а ты нет. Вот. Этого лекарства не было. Я, короче, я просто не помню, как он называется, а судя по объяснениям, девушка, этот самый, в аптеке, она не поняла, короче, говоря, о чём я говорила. В общем, я её спросила, есть ли у вас ремонт один, или что-то как-то так называется. Вот. В общем, я запоминала, как ремонт один. На самом деле, блин, ремонт один называется. Кто бы, кто вообще-то думал, что придумалось такое название таблеткам, которое чем-то напоминает на какой-то первый ремонт в своей жизни. Ну, зато запомнить легко. В общем, оказались они чуть дороже, чем я рассчитывала. Я рассчитывала где-то рублей за 50-60 купить, они стоили 85. Вот. В общем, попробую. Говорят, что, как бы, действие у них точно такое же. То есть, если ты чувствуешь, что ты заболеваешь, что ты ещё не свалился с температурой 40, то вам надо выпустить таблетки, и типа тебе потом полегчает. Из тебя выйдет вирус, и всё в таком духе. Вот. И, в общем, сейчас покажу чек. У меня это всё вышло на 200... Ну, 243, кстати, 250 рублей. Вот такая вот. Видно? Не знаю. Не могу понять. Видно вроде. Вот. И, в общем... А, ещё на сдачу, чтобы у меня получилось ровно 250 рублей, чтобы там... Ну, всё равно ровно не получилось. Я ещё сделала вот такой... И вот таким сундуком. Ну, я ими не злоупотребляю, потому что это все вещи для тех, у кого диабет. А у меня его нету. Вот. Но мне просто нравится вкус, и я иногда себе позволяю такую маленькую штучку. И вот они, ну, довольно необычные. Кстати говоря, есть такого же плана, по-моему, с кровью. Короче, что-то там такое внутри есть. Типа... Да, как это называется. В общем, вкус у них довольно специфический на любителя. Но есть можно. Но... А, не помню, как он называется этот. Ну, там реально что-то типа крови в состав входит. И... Если, например, вот этот обычный, его можно там, допустим, два раза в месяц есть, то тот, который есть в крови, его нельзя есть настолько часто. То есть там раз в полгода, что ли. В общем, такие дела. Вот. Все, я уже не могу. Начала голову болеть очень сильно. И нос заложила. Так что пошла я лечиться. И что еще? Я хотела сказать еще завтра. Завтра среда. Если они не поехали, поеду завтра. На бирже мне дали направление на вакансию. Про вакансию вообще ничего не написано. Только адрес. Так как сегодня я себя плохо чувствую, я сюда не поехала. На севере. Ну, на севере Москвы. То есть, ну, прикиньте мне, с востока ехать, блин, черт знает куда. Да, почти к водному стадиону. В общем, если там будет недостойная зарплата, я так далеко мотаться не буду. Если там будут платить прожиточный минимум, извините, я так далеко ездить не могу. Это полтора часа в один конец. В общем, завтра еду на бир... Не на биржу, а еду по адресу, который мне биржа предоставила. Вряд ли там что-то будет полезное для меня. Но, на самом деле, скричу пальчики, чтобы вакансия была закрыта, потому что мне это не подходит далековато. Вот, и не хочется мне попадать в группу риска, 3D отказавшись. Сейчас такая тяжёлая ситуация в жизни, что... В общем, ещё и заболела. Ладно, чё я вам буду рассказывать? Плак, по 10 раз, а то и то же. Пожарю, летит. Не могу больше горлом напрягать. Лечебство, а ужин готовит. И на этой неделе мой любимый сериал поканчивается, так что буду досматривать. Пока-пока, не скучайте, будут ещё видео, пока выздоравливаю. Поэтому выкладываю старый, который снимала летом. Всё, пока. Обязательно подписывайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...